Всем большой привет! Меня зовут Алёна, вы попали на мой канал. И вообще этот влог я планировала вам снимать и начинать его в прекрасном городе Станкт-Петербург. Но что-то пошло не так. Мы в Москве, я начинаю влог и буду показывать вам московское лето. Мы приехали в Санкт-Петербург. Первый раз здесь. Осознанного, скажем так, в возрасте. Но я здесь была когда-то очень-очень давно, еще когда я училась в школе. Какая красота! Я надеюсь, что вам меня хорошо видно и хорошо слышно. Я, прошу прощения, буду в очках, потому что очень яркое солнце. В общем, короткая, долгая история, короткая, как говорится. Мы планировали поехать в Питер. Сегодня мы должны были быть там еще два дня вместе с нашими прекрасными друзьями. Но так сложилось, что мы решили отменить поездку. Пока что, к сожалению, очень грустно. Я реально была очень расстроена вчера. Очень расстроена. Но мы решили, что так будет, наверное, правильнее и безопаснее для нашей семьи. Поэтому поедем как-нибудь в другой раз. А сегодня мы приехали погулять. Субтитры сделал DimaTorzok У нас уже вечереет. Мы, наверное, скоро поедем домой. Хочу поделиться с вами в целом впечатлениями. Красиво здесь. Вот единственное, сейчас очень много людей. Хотя уже вечер. И, в общем-то, наверное, скоро тоже все поедут потихоньку по домам. Но вот мы застали довольно такой плотный поток людей. Все равно очень понравилось. Нравится, что есть и место у воды. И можно разбить небольшой пикничок. И можно погулять. И можно насладиться достоянием архитектурным нашей прекрасной страны. В общем, мне понравилось Кускова. Спасибо всем, кто мне его советовал. Я смотрела все это время в экран. А не на вас, извините. Спасибо всем, кто мне советовал сюда съездить. В инстаграм я просила порекомендовать мне красивые парки в Москве. Если вы еще мне что-нибудь хотите посоветовать, то обязательно пишите. Мне будет очень полезно. Надеюсь, что не темно. Я пытаюсь поймать свет. Вот. А мы сейчас отправимся уже домой. Завтра я планирую работать. Раз уж не поехали в Питер, то почему бы не провести время с пользой. Мне завтра будет разбор гардероба. Поэтому какие дела. Не уверена, что я вас с собой возьму. Ну, что-нибудь поснимаю. У меня уже наступил новый день. Я начинаю уже, наверное, неделю свой день со стакана воды с лимоном. Это уже второй стакан. Он уже наполовину выпит. Первый выпила. Сейчас пью еще один. И пью вместо кофе мачо. Потому что у нас очень жарко. Жарко с самого утра. И ночью жарко. И утром. В 9 утра уже 26 градусов. И мне кофе горячий в такую жару пить совсем не хочется. Холодный я пробовала. И периодически пью. Но как-то не совсем то, что ли, для меня. Может быть, в кофейне это более вкусно получается. Но дома я горячий кофе больше люблю. Поэтому его не пью. Пью мачо. Саму мачо я заказываю на iHerb. Давайте оставлю вам ссылку, если кому-то это будет полезно в инфобоксе. И добавляю еще чайную ложечку кокосовой манны. Это такая кокосовая паста. Тоже беру на iHerb. Очень полезная и в сочетании с мачей дает еще сытость дополнительно. Сейчас я позавтракаю и поеду к своей клиентке на разбор гардероба. Так, я еще сейчас, пока помню, покажу вам свой уход за волосами. Потому что меня просили несколько человек это сделать. И здесь, по-моему, на ютубе просили. И точно писали мне в инстаграм в директ несколько девочек. Может быть, подпоставим. Я не помню, но я помню точно, что просили. Поэтому приготовьтесь. Сейчас будет много косметики по уходу за волосами. Итак, девочки, вот оно. Вы сами просили. Я не уверена, что вы реально хотите слушать про все эти средства. Потому что вы сами видите, сколько их. Но раз просили, расскажу. Итак, продуктов у меня действительно много. И я действительно всем этим пользуюсь. По очереди, по настроению. Что-то у меня давно, что-то появилось недавно. Поэтому, ну, давайте расскажу, наверное, я даже не знаю, в каком порядке, чем я пользуюсь. Чем я пользовалась, давайте так. Чем я пользовалась чаще всего этой весной, начиная то ли с апреля, то ли с марта. И это видно по расходу. Я пользовалась вот таким вот шампунем от Эльсеф, Лореаль Париж. У меня вообще 99, наверное, процентов моего ухода это концерн Лореаль. Здесь у меня шампунь, длина мечты. И такой же кондиционер. Видите, да, сколько осталось уже совсем чуть-чуть бальзама и столько же шампуня. Просто он жидкий, я его держу кверх ногами, он весь там куда-то перетек. Мне нравится, как мои волосы выглядели с этими средствами. В принципе, хорошо, учитывая их цену, это нормально. И также у меня появилась вот такая вот, ну, как появилась? Одновременно в марте это появилось в моем арсенале. Такая коллекция фиолетовая для блондинок против желтизны. Это шампунь и маска. Ими я пользуюсь раз в неделю максимум, иногда чуть реже, для того, чтобы, поскольку у меня обесцвеченные волосы, чтобы сохранять холодный оттенок. Мне нужен именно холодный оттенок для моей внешности, он подходит. Поэтому вот такие вот шампунь и маска мне в этом, в принципе, помогают. Практически закончился здесь буквально на одно применение. У меня вот такой вот шампунь тоже от L'Oreal. Только это уже L'Oreal Professional Vitamin Color, тоже для окрашенных волос. Хороший мне нравится, вся линейка нравится. Маска у меня отсюда была, полностью закончилась. Еще, чем я часто пользуюсь на вот такой вот ежедневной основе, это снова концерт L'Oreal. Девочки, это видео не спонсировано L'Orealем. Абсолютно нет. Просто я действительно показываю то, чем я пользуюсь. Серия Botanicals. Это достаточно недорогая. Ну, относительно, все в этой жизни относительно. Это относительно недорогая серия. У меня на самом деле почти полный бутыль еще. Потому что я им пользовалась не так долго. Потом мне пришел L'SF, я пользовалась им. Но вот этот мне очень нравится. Он у меня с имбирем и кориандром, по-моему, да? Да, это имбирь и кориандр. Приятный шампунь. У него очень маленький расход. Это его большой плюс. И также мне еще понравился вот такой вот кондиционер для волос. Вот бренда Redken. Это тоже концерт L'Oreal. Хороший шампунь. Ой, не шампунь, это кондиционер. В принципе, там в линейке есть и шампунь. И опять же, он у меня здесь, по-моему, чуть ли не для седых, что ли, он волос. Но я его брала именно для того, чтобы поддерживать холодный блонд. Он такого стального цвета. Но я, наверное, вам сейчас его не смогу показать одной рукой, чтобы не устряпать все вокруг. В общем, просто поверьте мне на слово. Дальше, что еще я здесь не показала. Вот это у меня есть бальзам для волос. Я покупаю его в магазине Enel. Мне он очень нравится. Мне безумно нравится его аромат. И после него действительно хорошие, приятные, мягкие волосы. И еще тоже из Enel у меня по-прежнему есть вот такой вот спрей с кератином. Честно, я не вижу от него какого-то вау-эффекта. Но пользуюсь просто потому, что он есть. И как бы надо его закончить. Также я пользуюсь термозащитой. У меня их сейчас две. Первая, которую я достаточно давно пользуюсь. Это Kerastase. У меня сломалась баночка, поэтому я вот так вот держу крышечку. Что касается термозащит, мне сложно сказать, что я вижу вау-эффект. Но, возможно, без нее было бы хуже. Потому что иногда, даже не иногда, а часто, особенно в холодное время года, я использую фен для того, чтобы просушить волосы. Ну и, соответственно, чтобы они не убивались слишком быстро и сильно, я пользуюсь термозащитой. И сейчас у меня появилась целая линейка, новая линейка от L'Oreal Professional для длинных волос. Называется она Pro Longer. Это вот тоже я держу термозащитой сейчас. И пользовалась я один раз. У нее приятный запах. Ну, как я уже сказала, возможно, без нее было бы хуже. А в целом у меня здесь из этой линейки есть и шампунь, и кондиционер, и маска, и еще даже вот такие вот ампулы. Я пока что ими еще не пользовалась. Они вроде бы как должны уплотнять волосы. И, видимо, это будет позволять им вырастать более длинными. Попользуюсь, наверное, поделюсь уже в Instagram. По самой же линейке могу сказать, что да, она приятная, волосы с ней приятные, мне нравятся, расчесываются легко, все замечательно. В общем-то, как и всегда, с L'Oreal Professional я их очень люблю. У меня есть еще вот это, по-моему, последнее, что я не показала. Это вот такая маска для волос из серии Absolute Repair, тоже для поврежденных волос. Вот, тоже мне она нравится. Так что, девочки, куча всего, но всем пользуюсь. И вот такой результат моих волос. У нас случилась вынужденная смена планов на сегодняшний день, потому что у меня отменился разбор гардероба. Не по моей вине. Ну, вообще, в этой ситуации я считаю, что никого винить не нужно. У нас там с Настей, Настя, если ты смотришь это видео, у тебя большой привет. Мы увидимся с тобой скоро. Поменялись, в общем, планы. И поэтому мы быстро с моей семьей перестроились. Сейчас поедем погулять. У нас на сегодня, если честно, обещали грозу какую-то, нистовую, с градом и вообще полный фарш. Но пока что ничего нет, хотя небо начинает затягивать. Поэтому я быстрее выхожу из дома и надеюсь, что мы успеем таки где-нибудь прогуляться. Не знаю пока, куда мы сегодня поедем. Укладываю свои волосы, как могу. Те самые ухоженные. Если честно, по поводу волос я довольна своими волосами, учитывая, что они обесцвечены и обесцвечены, ну, как бы, прилично достаточно, они, на мой личный взгляд, и, как я понимаю, судя по вашим взглядам со стороны, запросам тоже выглядят очень даже хорошо для блонда. Я ими довольна. Они не выглядят как мочалка. Они очень плотные, мягкие, блестящие. Ну, если только я их не дергаю в разные стороны, то они выглядят хорошо. Так, мы приехали в Коломенское. Гуляем здесь. Мы здесь, на самом деле, второй раз. Но ни разу, наверное, полностью не обходили все-таки этот парк. Он очень большой. Вот сейчас мы зашли в ту часть, где какие-то... Это не то чтобы раскопки, это остатки построек, которые были еще при царе здесь. Здесь вот, в частности, хлебный и кормовой дворцы какие-то. Вот в этих зданиях, от которых сейчас остались только части фундамента, когда-то хранилась посуда, продукты, готовили еду. Я такое люблю, мне интересно. А это Вознесенский сад. Он, на самом деле, существует с 17 века. И здесь изначально было высажено около 400 яблонь. А сейчас вот это вот все, это яблонь, яблонь. И он огромный, мы его весь прошли. Более 900 яблонек растет разных сортов. Я просто не представляю, насколько это красиво было весной. Когда мы все сидели, к сожалению, по домам, а здесь это все стояло в цвету. Это же просто сказка. Очень живописный открывается вид отсюда. Это вот церковь, мы прочитали Святого Георгия. Два разных здания. Это церковь, а это колокольня. И вот такой вот вид на Москву, на реку и на дома. Прямо живописный, так люди отдыхают. Пикники, привалы. Красота. Отдых. А вот это вот за мной, вам сейчас видно, я надеюсь, это церковь Вознесения Господня. Сейчас я прочитала. Но здесь так красиво, мне очень нравится. Мне кажется, что... Ну, может быть, еще погода сегодня немножко другая. Но здесь поменьше людей, чем было в Кусково, где мы были вчера. И, ну, возможно, опять же, этот парк намного больше, поэтому все так рассредоточены более равномерно. И нет такой толпы. Для меня, на самом деле, очень важен вот такой вот отдых, прогулки. Потому что это то, что, наверное, перезаряжает и дает энергию, как ничто другое. Сейчас такие прогулки, это альтернатива путешествиям, которых у нас у всех, наверное, еще долгое время не будет особо. Но вот мы путешествуем там, где можем, даже в черте города. Такие вот невероятно красивые розочки тут есть. Я не сильна в сортах, а здесь, по-моему, нет табличек, вроде бы они нигде не подписаны. Может быть, это пионовидные. Напишите мне кто-нибудь из вас, девочки, если вы знаете. Целый куст такой большой-большой-большой. Купила себе цветочки, пиончики. Спрямился домой. Редактор субтитров А.Семкин